Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы его начинаете сразу, говоря о том, как принять непринятие родителей. Принять непринятие родителей можно только если вам это принятие не нужно. Если же вам принятие родителей нужно, если вы видите в этом для себя некоторый ресурс, то принять непринятие родителей невозможно. Потому что мышление непринятия родителей причиняет вам боль. А без него, без этого непринятия, вы находиться не можете в полной мере. Вот. Как вы будете говорить. Дальше вам нужно одобрение родителей и так далее. Почему вам нужно одобрение родителей? Зачем? Что в этот момент с вами происходит? Какие чувства в этот момент вы испытываете? Вот эти все детали нужно вам самому для себя заметить. Потому что это ваша жизнь. Потому что помимо того, о чем вы пишете в своем тексте, есть еще ряд других проявлений, на которые вы скорее всего внимания не обращаете. Также хочется немножечко обратить ваше мнение на то, что такое непринятие в целом. Ну вообще, что такое непринятие? Что такое непринятие? Ну, вот чего-либо, да? Непринятие вот чего-либо это страх. Если люди, чего-то не принимают, то они боятся. Вот. Как правило. И не сложно, в принципе, догадаться, что ваши родители тоже боятся, тоже боятся. Они боятся, что условно вы будете успешным, что условно вы будете лучшим, чем они. Ну вот, задайте себе такой вопрос. Вот с чего бы родителям вас не принимать. Ну вот, с чего бы просто подумать, подумать обо... Не с той точки зрения, что с вами что-то не так. Это с точки зрения вы уже рассматривали. А с той точки зрения, что они, вот для них. Мне тридцать шесть лет, пищевые, я женат, у меня трое детей. Вообще, вы произвели впечатление, что здесь достаточно успешного состоявшегося человека. Ну, я хочу спросить, что вас на первом месте, после приветствия, идет возраст, семейное положение и детство. Такое ощущение, что, что вы, вот, все свои достоинства выставляете на показ. Типа, вот. У меня тридцать шесть лет, я женат, а у меня, у меня трое детей. Может быть, вы этим, может быть, вы этим не хвалитесь. Может быть, мне показалось только, что вы хвалитесь. Но, а какое значение для вас это имеет? И почему на первом месте у вас идут эти данные, эта информация о вас? Это важно. Может быть, может быть, вы думаете, что нам это поможет, но напрямую, то, что вы женат, и то, что у вас друга людей, какие проблемы относят к нему? Нет, конечно, конечно. Все связано, конечно же, все связано между собой. Это правда. Все связано. Мы напрямую отношения не имеем. Что могло бы иметь отношения? Это, конечно, выбор жены, ваш, к примеру, подход к воспитанию, например, и так далее. Но не сам факт того, что вы женаты и у вас свой детей. Поэтому я вас и спрашивал, какое отношение это для вас имеет. Постарайтесь здесь быть максимально внимательным. Это на ассоциации. Прочный этот год был сильно трансформационным для меня, так как стал прорабатывать многие свои установки. Как? Как именно вы стали прорабатывать? Самоанализ – штука весьма и весьма рискованная. Чтобы прийти к реальной любви и принятию себя в одиночку это сделать практически невозможно. Чтобы получить качество жизни. Но самое интересное, что жизнь сама тебя ведет в те места, которые тебе сложнее всего предпринять или проработать. Нет, здесь вы, мне кажется, видите некоторую мистификацию или некоторую неумолимость, некоторый урок в том, что с нами происходит. Но по факту, как вы сами дальше пишете, да, вот вы пишете, например, на Новый год решил семью провести с родителями. Ключевой момент решил. То есть здесь ничего общего нет в жизни. 뜯аются. Проработать его. Вот так ведь я. И не надо. Мы знаем для детей. Так он выглядит ему. Например, прямо «ных思ис». Увы, есть такие же силы, которые определяют, как будет всё происходить. Если бы вы не решили проводить время, а встретить Новый Год, не было бы ничего. Ваша проблема, конечно, никуда бы не ушла, скорее всего. Но совершенно точно, что так остро, может быть, вы бы её не чувствовали. Поэтому здесь очень важный момент, обратите, пожалуйста, на его внимание. Итак, на Новый Год решил семью провести с родителями, поякать к ним на 2 недели. Зачем? Спросите себя, какие у вас мотивы были? Не в том плане, что, знаете, какие-то мотивы плохие, да, какие-то мотивы хорошие. Нет, не в этом плане, абсолютно. Скорее, в другом контексте. Зачем? То есть, не знаю, заметьте ли вы или нет, но вы об этом ничего не пишите. Я решил. Что вы решил? Какие были, к примеру, альтернативы? Ну, какие были альтернативы? Чего вы, ну, ждали, чего вы ожидали от этой поездки? Да, точно, как мне кажется, достаточно важный момент. Ведь, наверное, вы чего-то все-таки ожидали от этой поездки, родители. Чего-то вам хотелось. Вопрос только в том, чего. Дальше. Первые четыре дня из них были отличными, так как не чувствовал давления от них на последующие, как будто начал падать свои детские травмы в те времена, когда они меня просто не принимали, вербально давая понять, что я не такой, как они хотели. Ты работал не в своей сфере, что жена не такая. Все напрямую это не говорится. Давайте по порядку. Первые четыре дня из них были отличными. Я не чувствовал давления. На последующие как будто начал падать в детские травмы. Что-то изменилось в пятый день пребывания там. Что-то произошло. Первые четыре дня вы были в одном состоянии. Потом случился плавный день. И вы не заметили, что случилось? Не заметили, что произошло. А что-то произошло. И наша задача и ваша задача увидеть, что изменилось. Какие-то чувства появились, которые вы не выразили родителям. Какие-то мысли, какие-то переживания. Что-то произошло. Что-то произошло. Не понятно. У вас здесь не сочтите, пожалуйста, за грубость, что-то я скажу. Я в ни в коем случае не хочу вас обидеть. А вот. Но у вас здесь вот получается, смотрите как. И жизнь сама ведёт в те места, которые сложно проработать. Да? Вот. То есть как бы направляет вас в некое такое проведение, скажем так. Это с одной стороны. С другой стороны, в состояние равное. Вы впадаете, оказывается, ну вот, в их власти, скажем так. Да. Вот. Но ведь всё это происходит с вами. Всё это происходит благодаря вам. Но вы этого не замечаете. Дальше. Значит. Начал впадать в свои детские правы. В те времена, когда они меня просто не принимали, вербально давая понять, что я не такой, как они хотели. И вы решили, что можете что-то сделать, чтобы быть таким, каким они хотели бы вас видеть. Вот. При этом боль от осознавания данного нелёгкого факта, вы подавляете, конечно. Я не знаю, может быть, вот, я не знаю, может быть, сейчас, может быть, сейчас меньше, вот. Вы отправляете. Но, как мне кажется, вправление есть. Дальше. Причём напрямую не говорится, на лице всё считывается. Здесь важный момент. Есть в психологии такая защитная реакция, она называется проект или перенос. Перенос. Это когда человек присваивает другим людям то, что он чувствует он сам. Вот. Мне кажется, что здесь, в какой-то степени, вы именно этим и занимаетесь. Вы присваивает родителям то, что кажется вам самым. Знаете как, на воре и шапка горит, почему так говорят? Потому что вору кажется, что все его подозревают. Да. По факту он, в общем-то, мало кому интересен. Интересно. И понятно, что дыма без огня не бывает. Но важно, важно замечать ваши, именно ваши переживания. Собственно, чтобы вы не приносили и не присваивали людям своих реакций. Дальше. Это все сильно влияет на моё психоэмоциональное состояние. Как? Как это влияет на ваше психоэмоциональное состояние? Каким образом это влияет на ваше психоэмоциональное состояние? Это очень важный момент, потому что то, как на вас это влияет, очень важно. Вы видите, ну, к примеру, недовольное лицо вашей мамы, допустим. Да, и как это на вас влияет, как влияет на дождь, вы видите вот ее недовольное лицо. Поставьте зрение, что с вами происходит, какие чувства происходят, какие чувства возникают у вас, это важно. Дальше. Так, пик всему этому, когда мы святили за столом, отец как в детстве начал хвалить чужих детей, которые, кому кажется, были более успешными, занимали высокие посты. И даже мельком похвалил брата моего в ее детстве. Он привык так делать, чтобы манипулировать, чтобы я чувствовал свои неполнотенности боль и хотел угодить ему. С одной стороны, да, и очень важно говорить об этом, потому что вы чувствуете. Очень важно проживать об этом. Очень важно смотреть на все мысли, этот конфликт внутри, который происходит у вас. У вас, точнее. Например, конфликт может звучать примерно так. Я должен быть самым лучшим для своих родителей? Я должен быть самым лучшим для своих родителей, но не могу. Это конфликт, который решается в области сознания. На уровне чувств происходят переживания неплаланской энергии и боли, от которой вы хотите сбежать. Но вы не оброживаете это. И таким образом не оставляете, не оставляете это родителям. Это только проблема родителей, что они сравнивают с вашим папой. И так было всегда, но мне удалось выбрать, очень четко это инсимфицировать, хоть я и впадал в это состояние. Какое состояние впадал? Было жутко обидно и больно. Обиды больно в данном случае очень плохо коррелируют с тем, что вы решили провести с ними Новый год. Как бы вам так не кажется? Но ведь почему я об этом говорю, потому что обида это про предвосхищение определенного поведения со стороны человека. И когда этого не происходит в данном случае, он сейчас повторил себя несколько не так, как вы хотели, вероятно. Просто это обидно. Но вы могли бы повести себя по-другому. Вам могут отнять. Но вы-то этого ждали. Поэтому корреляция, то есть связь, причинно-следственная связь, здесь указывается плохо. Обратите по-другому. Да, вам было жутко больно обидно. Да. И как вы обратились с этим чувством? Почему можно было сказаться? Пап, меня очень ранит, что ты говоришь. Сознательно, я все понимал, как это с кем работало и самая жизнь не портила. Тем, что я с вас получил одобрение родителей и ставил всю свою жизнь не больно, лишь бы получить небольшую порцию одобрения. Ага. Опять же. Вы бежали и продолжаете бежать от боли. Вы уходите в интеллект. Пытаетесь объяснить это. А сами чувства не проживаются. Ладно. Так никогда я ее не получал. Даже когда занимал высокий пост и даже когда купил дом, он никогда не одобрял меня, только хвалял со мной другим, когда меня нет. Как вы думаете, почему он это делал? То есть вы же сами понимаете, вы же сами понимаете, что если бы вас одобряли, все бы это закончилось. Если бы вас не одобряли, вот с наоборот, если бы вас одобряли, вы бы не заняли бы высокий пост, не купили бы так далее. А так, раз не одобряют, вы в коже вон лезете, чтобы это сделать. Понимаете? Какая штука. И вы это понимаете? Я уверен. Но это не решает проблему, что у вас проблема не пережитых словами. Числов. В компьютер, которые вы подавляете и уходите в интеллект. Вы можете на это сказать примерно следующее. Если я выражу, например, своему отцу свои чувства, он просто смеется, мне будет еще больнее. Да? Это правда. Вам будет еще больнее. И поэтому сначала это делается на психотерапии. Вы учитесь обращаться с этим, вы осваиваетесь с этим состоянием открытости, с этим состоянием уязвимости. Учитесь с ним обращаться сначала в обстановке безопасности, и потом потихонечку раскрываетесь уже в реальную жизнь. Никто не говорит, что больно не будет. Больно будет. Просто с временем у вас вы сможете обращаться лучше, вы сможете выстрелить, вам не будет. Так, босс. Так, босс. Это важный момент. Дальше. Теперь поняв эту созависимость им общения, я понял, что хочу жить, так я хочу жить сам. Мне кажется, вы раньше понимали. Просто здесь угадывается злость. Вы злитесь. Вот. Это злость. Это хорошее число, на самом деле. Но, на мой взгляд, несколько деструктивно то, что злость проявляется в том, когда вы сами приходите к умозаключению, но не проявляете злость, например, непосредственно в контакте с человеком, когда вам кажется, что он нарушает ваши границы, ваши личные границы. Такая злость, как у вас сейчас, может пройти и останется чувство вины. Дальше. Я вижу, как они сильно расстроились и даже пытались действовать через мою супругу, хотя там все это видят, понимают и поддерживают меня. Но, опять же, здесь вы, поскольку нет конкретики, да, то я могу предположить, что вы здесь проецируете, то есть переносите. Теперь всегда, что до ухудшения отношения с родителями. Мы их видим на последнем дебилеции, была струк последняя. Свой же так с ними поступает и говорит нам что-то на воду. А как именно поступает, я не очень понял. То есть, что произошло-то? Вероятно, произошла зеленая, прям, травмирующая ситуация. Вот. Для вас, я имею в виду. При этом я был сильно психоэмоционально раскропан, даже не хотел уходить с собой, просто лежать, когда начал проживать, чтобы были рыдать, хотел брать их. Понятно, как сказать, они мне, что никогда не сняли на добро, с кем бы я ни был, так как всегда они довольны мною. Прочинать и рыдать – это хорошо. Важно это делать кому-то. Важно это делать с кем-то, а не одному. То, что вы это делаете один, и в разы так неэффективно, как если вы это делаете с кем-то. Но в тот же момент, когда как-будто самая жизнь начинает ручиться, так как эта концепция пронизывает самую жизнь. И еще одна из остальных вот так. А почему это ручит вашу жизнь? Вы не опираетесь на себя. Не прислушивайтесь к себя. Огладываетесь на других. Пытаетесь следовать их позиции, а не себя. Отсюда возникает не разрушение вашей жизни, как вы описываете, а появляется тревога. Ведь если я приму, что они меня не принимают, что они меня не одобрят, что бы я ни делал, и если я приму, что я могу делать, что хочу, я не знаю, какой я. Я не знаю, какой я, и мне страшно. Дальше. Так, еще одна из установок про выход на работе, только кто никогда может обидеть своих родителей и не видит им участия без их довольства. Знаете, вот установка, и эта установка, значит, следующая установка, да, это определенные концепции. И, безусловно, в них есть доля истины. Я имею в виду, ну, концепция, есть доля истины. Важно немножечко другое. Важно не убрать полностью. Важно посмотреть, с чем вы согласны, а с чем нет. Что вам отвлекается больше, а что нет. И, возможно, пропускать через себя некоторые вещи. Пропускать через свой внутренний фильтр, через фильтр своих ценностей. То, о чем вы говорите, понимаете, что такое, например, обидеть. Да? Чтобы такое счастье, без довольства их. То есть, как бы, обратитесь к этой установке и пропустите ее через себя. Посмотрите на свои ощущения. Где возникает сопротивление? Только будьте максимально честным с собой. Чтобы эту честность поддерживать, также нужен специалист на психотерапии. Она не позволяет вам уйти в привычное русло для себя. Убежать. Видимо, еще в голове у меня по иерархии стоял не я сам на первом месте, а они. Понимаете как? Вот я, наверное, скажу то, что вам не понравится. Но именно в этом месте, где вы пишите, что, видимо, у меня в голове в иерархии стоял не я, а они. У меня появилось ощущение, что вы можете хитрить. Каким образом вы можете хитрить? Вы можете, принижая себя, не особенно, конечно. Принижая себя и позиционируя себя как человека, которому очень тяжело и трудно. Таким образом, вы можете пытаться компенсировать. Вот, ну, и получать внимание к себе. Таким образом. Поэтому. Я очень четко это здесь ощутил. То есть, у меня здесь появилась мысль, что возможно делать что-то реально. Сделать что-то реально для того, чтобы ситуацию изменить. Вы не готовы и боитесь. Потому что ваша жизнь это борьба с родителями. Вот. Но получать таким образом преференцию. 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 В виде поддержки, внимания к себе и так далее. Вы можете. Потому что видите, не хотелось ухаживать за собой. Да. То есть. Получается, вы определенные здесь плюс. Причем, я хочу отдельно заметить, что я вас ни в коем случае не обвиняю. Я не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. обвиняю. Но я хотел бы обратить ваше внимание на эти аспекты. Они могут вас тормозить. Они могут не позволять вам двигаться впервые. В иерархии у вас были они. Но и были вы. И только вы можете быть в своей иерархии. Вы можете конечно конечно родителей своих туда допускать. Но это всегда это всегда ваша позиция. это всегда ваш выбор. И чьего-то не было еще. А вас и только вас. Не знаю к счастью ли или к сожалению ли. Но это так. Мой вопрос как принять это принятие при этом нечисто вину перед ним. Про принятие уже было сказано достаточно. насчет вины это работа с злостью. Самое слово. Вина это подавленная злость. Вот. Соответственно злость научитесь выращать свою злость туда размещать ее условно в компакте чисто вины будет вас отпускать потихонечку. Полностью от чисто вины понятно. не болеть не нужно. Вот. Так. Значит что я не могу больше погибать и заработать храбрание. Мне кажется вы здесь обрадуетесь тоже. Понимаете какая штука. Мне кажется что здесь тоже оправдание есть элемент оправдания. Леонид. Вот. Наиболее ценным моментом мне кажется что вы боитесь быть собой. И боитесь не потому что родители там да 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 как мне кажется. А боитесь потому что не знаете какой вы. это очень важная деталь. Очень важная деталь. важная деталь. Существуют различные техники для работы с детско-родительскими отношениями. Сами вы этого сделать не сможете. Но с психологом стану. Удачи вам. Всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам оптимизировать свою работу над собой. Желаю вам успехов. с удовольствием. Удачи.